Первый летний месяц выдался жарким и, несмотря на нынешнее незначительное похолодание, жаркое солнце и высокая температура еще ждут якутян в июле и августе. О том, какие цифры ожидаются на столбике термометра перед празднованием национального праздника ИСЭХ и о том, как защититься от жары, расскажет Марьяна Кутукова. Как сообщают в гидрометцентре республики, на сегодняшний день температура воздуха теплее нормы на 2,4 градуса. По долгосрочным прогнозам, лето будет теплым с дефицитом осадков. Комфортная погода будет и в сентябре. На этой неделе максимальная температура ожидается в пятницу 23 июня. Максимум температуры наберем в пятницу, будет тепло, дневная будет 34-36 и ночью порядка 19-21 градуса тепла. В праздничные дни ИСЭХ 24-25 числа тоже будет теплая погода сохраниться, днем 30-32 градуса, ну и возможно гроза. Жаркие дни не повод расслабляться и забывать о своем здоровье, особенно тем, у кого диагностированы хронические заболевания. В этот период нужно еще сильнее следить за приемом лекарств, говорят врачи. Жара особо опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В жаркую погоду учащается сердцебиение, повышается артериальное давление. И в первую очередь нашим пациентам рекомендуется, конечно же, в сильную жару либо ограничить выход на улицу, либо прикрывать голову панамкой, шляпой какой-то, постоянно носить с собой жидкости побольше, вода, желательно негазированная вода. Как мы видим, якутяне спасаются от жары самым различным способом. Покупают соки, квасы и множество других напитков. Однако в такую погоду врачи советуют отдать предпочтение чистой, негазированной питьевой воде. Пить понемножку каждые полчаса. Главное не доводить организм до жажды. Вот если у человека жажда и пьет, это же плохо. Как будто на горячую сковороду наливает воду, там же начинает трескаться. Точно организм жаждет точно так же. Поэтому надо пить понемножку, не заставляя себя много пить. Много пить тоже вредно. Каждые полчаса, час, допустим, двадцать, немножко. И чтобы не было чувства жажды, не было сухости. Вместе с тем врачи советуют обогатить свой рацион фруктами и овощами, употреблять меньше калорийных и жареных продуктов. Также рекомендуется есть больше кисломолочных продуктов. Они способствуют хорошему пищеварению и защищают организм от солнечного удара. Немаловажным является наличие головного убора и защитной одежды из натуральных тканей. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Максим Ростовцев, НБК Саха, Якутск.